Там певаешь Макан, Даймонд, и там первая Даяна. Но это очень старая песня, но, к сожалению, эти песни больше не исполняются на концертах Бан, Даймонд, ничего, кроме Шазам и Веслящего Газа. Спасибо. У Тиграна Альбертовича, Алексея Нян. Как мог я проиграть тебе? Нет, не буду скучать. Нет, я не напишу. И больше я не вернусь, и голос труп по ночам останется только эхом. Голос мой по на тебя останется только в треках, но дорога в тумане. Комфортно слушать? Ну да. Можешь просто сказать, какую краску кращу волосы. Я крашу салонем. Спасибо. Никаких ощущений. Да, я старше, Андрей. О, я хочу, чтобы было бы удобно. Это просто рваная, наверное. Я не знаю, как называется, Дэн. Не хочешь сделать к челке лесенку? Будет красиво сочетаться? Нет. Го катать. Попозже. Я лезу жду. Я не хочу спать. Время 11. Не, резинцы крашу, Андрей. Не знаю, у тебя есть права? Нет. Во сколько ложишься спать? Ну, всегда по-разному. Могу и в 5 отправить. Во сколько ты встаешь? Чаще всего в 12, в 11, в 30. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Ту-ру-ру-ру-ру. Как каратай, я лезу по-калуам. Как каратай, ночью пока в одном товару. С какими чувствами эмоциями слушаешь сейчас эти песни? Никаких чувств эмоций. Да я надеюсь, сейчас можно покупать одежду. Я не знаю, я очень хочу джинсы новые. Я ходил туда, к тебе, куда слышал голос. На многих не похожий твой. Твой похож на взрослый. Слышал разговор. Нехороший для нас кто-то. Ты не был. У меня метр шат три. Я стою, смотри, но кто стоит, он там не вижу. Я говорю, люблю, ты говоришь, ты на твоей решимость, это типич. Я не зажигалку, коровод, спать спичек. Девочка моя, и тебя выше было списка, постепнутый ночами. Мне больше не снишься, больше нет, лалый. Фух, поцелуй. Фух, хватит с нас двоек. Мы перестали думать. Девочка моя, и тебя выше. Понимаешь? Хочешь лирики? Хочешь за любовь? Спасибо. Хочешь, я заткнусь. Это как разница за том, что мне не маша. У нас наркоты, суица, многоэтажек. Спасибо. Спасибо. Мы все рядом. Это как случилось о том, что на районе есть лужок, что есть кайфа, от которых нету каши. Да, родилась такая. Марьяне про тебя писали в эфире. Она так грубо ответила насчет тебя. А что ответила? Как плюшка, что она набила? Я откуда знаю. Да, у него, да, теперь. Какой? Хотела бы вернуть общение с Андреем. Если он у меня будет другом в жизни, приятелем хорошим, когда он повзрослеет, я буду только рада, потому что он хороший человек. Вы так спрашиваете, как будто она спрашивает. Скучаю по родителям. Ой, у меня VPN был. Ребят, у меня офигенные тренировки, у меня офигенный тренер. Мне многие пацаны, вот эти здравые, пишут, типа, ты так классно, типа, ну, у тебя классно получается. Тренер, типа, маленький. Я думаю, блин, ребят, знаешь, почему у меня классно получается? Потому что меня учат. У меня тренер-технарь, он, он меня учит прям сначально, он меня учит азы, вот, знаете, как в школу, в первый раз в класс пришел. Ноги, руки, то есть я работаю, я на тренировках пахаю. У меня болит корпус, у меня болят руки, у меня болят плечи, у меня все болит, у меня... Я не просто стою на лапах, у меня лапы это последнее, у меня функционал, меня гоняют на это долго, ненавижу эту скакалку, лесенка, все-все-все, и только в конце меня учат на лапах, но и то я на лапах стою, и я именно пробиваю, и я учусь, ну, у меня есть привычка, лежу руки низко, нужно держать высоко, и, допустим, когда бьешь, нужно, чтобы вот эта часть закрывала эту часть, да, я могу низко бить, нужно бить, ну, повыше. И я именно... Мы двигаемся по всей территории ринга, да, мы по всей территории двигаемся, ноги работают постоянно, корпус работает постоянно, а есть просто, типа, когда видосы с бокса, где чел стоит, только у него лапы, и ты просто стоишь на месте, и, ну, ты даже не отрабатываешь удар, то есть ты не отрабатываешь удар, ты просто, как бы, тебе по перчаткам лапами гладит тебя, ну, то есть, вот я стою на лапах, Я сама тебе вот так вот лапами, ну, просто даю, а ты просто под лапу подстраиваешься. Ну вот, я, допустим, хожу на тренировки, и со мной рядом занимаются еще ребята, они выступают, они именно бойцы профессиональные, в Тайгере они занимаются. И я вот иногда сижу, когда я уже закончилась тренировка, я просто смотрю на них, и они пахают, они в этих костюмах, ну, в этом. Они просто стоят вот так, ну, долбят перчатками, они просто по всему рингу, они, у них удары сюда, 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 и они именно, знаете, я уже там, я уже часто занималась, они, они все еще занимаются, их два, два человека, и один тренер на двоих у них, ну, может, друг. И пока один, там, полчаса, второй идет и на грушу, и тоже грушу, они вообще не гладят, они именно так пробивают, будто они последний день занимаются. Я думаю, вот это вот пахарь, реально. Быстро устаешь? Да, я очень, короче, я очень быстро устаю, это, наверное, потому что я парю эти тупешки-дишки. У меня с дыхалкой очень проблемная, я 10 минут бегаю, я просто говорю, помогите. Вот, и я когда первоначально пришла, я думала, он меня поставит на лапы сразу, знаете, мы там это, чик-чик-чик-чик, я видосик запишу и пойду. И какие лапы, он мне говорит, какие лапы, давай вставай, начинай работать, ногами учил меня работать, корпусом, руками, чтобы все было на одном уровне. И с гантельками, я работаю только с гантельками, я не работаю с пустым весом. Это еще сложно, с этими тупыми гантелями, я очень сильно бешусь. И там все ребята, которые занимаются, они с меня угорают, потому что я стою с таким вот лицом, и они с меня все, ну, мальчики смеются. Вот, и когда я первый раз пришла, надела перчатки, там есть дяденька, он тренером Мэй, ну, Ич, и не боец. И вот он меня увидел и говорит, ты, не говорит, не первый раз боксом занимаешься, говорит, ты не первый раз пришла на бокс. Я говорю, клянусь, первый раз пришла, клянусь, в первой жизни перчатки надеваю, я даже бинты бинтовать не умею, я говорю, ничего не умею. Он говорит, врет она. Я говорю, рука на сердце, товарищ. Он говорит, как будто гордерешься. Я говорю, ну, я говорю, у меня подружка была, мы с ней постоянно дрались. На самом деле, у Белка, мне нравятся ее удары, Белли, ну, вот ей тоже одна техника работает, потому что нам всем нужно одна техника работать, это же, ну, всем людям нужно работать всегда, усовершенствовать, вот, но у нее очень хорошие удары, и когда мы дружили, мы постоянно дрались, я просила, чтобы я показывала мне. Не надо держать дым, один на минус башни, как мой с тобой, как наше все. Это такая сказа о том, что меня важен. Без ноги, а ты обстоит, иногда и так же. Только с тобой научился, увекая, бесплатно меня попорвало. Лиз? Лиз, ты? Ты как зашла? Мария отпустила. Лиз, я слышала звонка, а? Даже не звонила. А как ты зашла? Мария отпустила, я в эту дверь от Нового, Мария услышала, испугалась, начала смотреть, кто пришел. А я сейчас не вижу толку, и прямо возле дверей, и тебе пытаюсь дозвониться. А мне прям, что я не еда. Лиза пришла. Перекус таксиста, чек. Ну, если дура, я на диете. Лиза поздравляет. Лиза купила в магазине. Ой, это будет покупочки. Бритвы. Там панчин. Ой, это наше любимое сочетание. Кто так не пробовал, обязательно попробуйте, потому что... Это когда мы попробовали летом, на карантине? Не пиздец, я тебя там учила. На карантине? Когда часа у меня очень маленькая была. Я так ела. Мы с тобой это когда... Не помню, карантин когда-нибудь. Да, на карантине мы смешивали все, в принципе, всю еду. И берете вот такой вот сливочный творожный сыр. И вот такие гренки обязательно с чесноком. Перемешиваете вот так, достаете, макаете в сливочный сыр. И кушаете. Это очень калорийно. Можно обожраться и умереть от ожирения, но вкусно. Конечно, Лиза купила пиццу Чепупели. И с чесноком эти. Обычно, когда мы это едим, потом с нами никто не общается. Однажды мы сидели на квартире у друзей. И я так сильно хотела эти долбанные гренки. Я их поела. И когда мы стояли в лифте, все от меня отвернулись. Ну, так в куртке. И такие говорят, боже, Дайан, типа, ну не дыши, пожалуйста. Мне так стыдно стало этого. Конечно, лифт маленький был. А нас там часть растая... Нет, пятеро настояло. Это как вот недавно. Когда мы это коктейль адский стул выпила. Там примерно такая же ситуация. Была только запад медеи. Куточку будешь профессионально заниматься боксом или просто для себя? Я просто для себя. Да, потому что, ну... Прикольно было бы... Не, я думаю, что через месяц я буду выходить со спайминг-партнером. Но именно там, типа, в зале. Просто с ребятами заниматься. Ну, там девчонок нет, там только пацаны. Вот. Но так, чтобы профессионально драться. Возможно, когда-нибудь приду к этому. Но нет. Потому что мне очень жалко мое лицо. Блин, профессионально с детства занимаются. Они такие. Тебе, нос в раз-два сломают. Еще и зубы битвой. И так еле держатся. Вот. Кстати, я не стеснялась. Многие мне спрашивают, типа... Стеснялась ли ты, когда пришла. Да, я пришла в зал. На ринг вот этот вот я зашла. И там, знаете, было 105 пацанов. Тысяча два пацана, которые занимаются. 105 тренеров. И они все такие, знаете, сморо стоят на меня. И вот такое, на них, а не на меня. И он мне говорит, нужно там корпусом. А я стою, знаете, такая... Корпусом? Каким корпусом? Я стою, думаю, а что делать? Как? Ну, я выгляжу нелепо, потому что, ну, я что, вот так стояла? Мне было вообще насрать. Почему не открываешь комменты в ТГ? Потому что тебе надо девочку. Я думаю, ты очень скучаешь по Белле. Да. Печально, конечно. Что за... Ну, у меня таком лице. У тебя тоже нет ногтя? Нет. У меня вот это только сделано. Вот этим не лень было. Смотри, какой пиздец ты сделала? Я тут... Ага, а что у тебя этот не делала? Потому что я решила, что я пойду к подологу. Кому? К подологу, который ногти смотрит. Я всегда стесняюсь ходить в зал, там такие секси-чкули. Я с противкой и с пучком на голове. Наоборот, секси. Надо было пацанам тебе родиться. Ты вот я недавно поняла, что у меня до пацаном была родителька романтичная. Нет, не обновляла. Знаешь, что я слушаю? Вот это классная песня. Зачем бровки убрала? Я еще не брала. Сейчас они у меня стали коричневые, видите? Но мне очень нравится, что у меня сейчас коричневые брови. Вот, у этого где с этого раз надела брови, ты так делала? Но у меня сейчас коричневые брови стали. Мне просто нужно брать, где это нихуя не стало. Не, не хочу нормально, чтобы я сделала. Не, не хочу нормально, чтобы я сделала. Узавши, а бог херс, аж. Не, вообще-то буду делать. Но я буду полностью убирать. Что за трек? Планируешь, набрала? Планирую покупать. Раз, два. Да я, если ВПН закрыл от России, где будут эфиры? Давай, ТГ или ВК, надо решить, чтобы мы не потеряли тебя. Я обязательно вам об этом сообщу. Привет. Собираешься на открытие заведения Макана в Ростов? Нет. Оно уже было. Нет. Ты сделала винили снизу? Давно. Официально еще не было. Прикольно. Расскажи, как прошел твой день? Ой, я очень поздно легла. Я легла в 5 утра. Проснулась в 11.30. Пошла в 12.30 на маникюр и педикюр. Пришла в 4. Собралась. В 6 часов меня забрали. Поехала в салон. Вывела брой. Покушали. Заехали в тиару. И поехали домой. У меня были снизу. Майчик девочку любился. Майчик в девочку влюбился. Ангел с панчиком спустился. Лена, что за челка? Рваная. Я не жалею, что сделала. А я с челкой. Если лагает немного, нет. Нет, не жалею. Лагает? Блин. Ну да, твой голос совсем не изменился. Ты хочешь встретиться? Зачем я согласился? Потом домой постель подсурует. Мы снова вместе. Но я уже не ревнул. Узнал за твою жизнь до последнего дня. Нормально тебя опрокину. Тот, что просто меня. А ведь я с тобой жил. Сейчас ты приезжаешь ко мне и в ноту поспим. Бля. Никак я мог тебя любить. Сегодня даже нечем с тобой говорить. Сразу смешная. Куда? Классно приезжаешь ко мне и просто спим. Пиздец. Пиздец лагает. Через Wi-Fi? Нет, через Wi-Fi. Смотри, ай-яй-яй-яй. Еще артиквер. Вода пропали мне немного назад. Не больше нечего сказать. Вот такая, вот такая. Работаем не больше. Мне через Wi-Fi дай лёг, чтобы загрузила. У меня через Wi-Fi. Ты не грузишь через Wi-Fi? А? Нет. Девятый пиздец. Что это здесь за сюрприз? Так очень хуй. Тьфу. Серьезно. Ему удало, блядь, накрывать обратно голову. Ну это его, это его хуй. Да. У вас у кого-нибудь нормально грузит или нет? У меня она лично, сейчас все хорошо. Покажи фотку сзади. Да, моя фотка в детстве. Да, и холодно. Да, моя фотка в детстве. Вот видите, угол вот тут вот. А вон там перевернутая фотка. Вот перевернутая, это такая личная фотография, которая, которая стояла лицом. То есть я засыпала и смотрела на эту фотку. Она стояла вот вместо этой белой. И сейчас поменяла их местами. У меня здесь под стеклом, на котором стоит телефон. Очень много фотографий с близкими мне людьми. Здесь у меня Дана, Марьяна, Петя, Человек-Икс, Дана, Эрик, Альбертик, моя сестра, моя вторая сестра, мама, папа, дедушки с обеих сторон и бабушки с обеих сторон. Вот. А те, кто выбыл из моей жизни, благополучно отправляются в ящик. Вот. Я их отсюда убираю. То есть тут у меня... Фотки с человеком. Еще отдельные фотки. Еще с одним человеком. Еще с одним человеком. У меня даже есть от одного человека вот такая вот... Уже сдохшая... Короче, мне эту тему... Уже сдохшую, помятую тему. Я забрала ее одного человека. Отклон. И я ее забрала. Ну вот. Она уже ей уже... Она уже вся в говне. Она у меня лежит. В общем, у меня такие наклеечки тут есть. Разные. Мишечки у меня тут. Жаль, Беллочка, в ящике. Да, Белла тоже в ящике. Если люди уходят от тебя, в этом есть твоя вина. Согласна. Мне кажется, что я вообще... Ну, по характеру... Я не знаю. Мне все говорят, что я похожа на Азию. Мне кажется... Я такой обожала эту музыку. Я обожаю. Я уже все это читала. Приятного аппетита. Я еще любила Кик Бутовский. И там был Савокатан какой-то. Кик с обе головы. Не помню, я смырала Хамон еще. Там, короче, был Кик Бутовский. Это правда про Малова в шлеме всякий утро ходит. А второй мультик про лысого кота. Там что-то было. Типа лысый кот, она пришли ленец. Я очень обожаю смотреть мультики. Я не люблю смотреть фильмы. Я люблю смотреть мультики. Что? Да что ты надо... Но я хочу начать смотреть Финис Эфер с самого начала с первой серии, потому что мы с Арсением смотрели. И он говорит, типа, то, что одна влюблена в него, другая влюблена в нее. В конце сезона это все покажет. Я думаю, как... Я вот недавно, блин, сматривала этот Баллити Фоллс. Блин, с первой серии. Ой, с первой серии. Я обычно посмотрю, когда, знаешь, у меня фото мультик я хочу смотреть, я прям с первой серии начинаю полностью все с вами смотреть, так лучше понимаешь. Ты очень высокомерная и грубо относятся к людям. Я бы не сказала. Как сильно говорили, мы познакомились в детстве, еще в 17-18 году. Какое последнее, что ты же ходишь за волосами. Это не ко мне, это к Лизе. Я мою... Да, да, это черт. Да, да. Да, всем. Пантелеевым, Хэндл Солдерс, как-то... Всем же по-другу войдется. Сейчас я мою эстеревским таким... Да, мне Лиза такое, хочу сказать, купила. Купила мне Бэл. На всех... Клитор! Этот... Лиза посоветовала этот шампунь. Такой красивый... Капец, Лиза злая там. Лиза токсик, Лиза злая собака, пиздец. Не правда, знаешь, это добра. Если мы завтра не въебем их в Элиэс, Лиза у нас говорит жопа. Не знаю, вы не знаете. Мы завтра идем за... Че я вообще злая? Я не знаю. Лиза добрая, только со своими друзьями. Я прям оленейная. Ну, какой-то рам в губа на Лиза. И сегодня написала на Лиди такая, типа... Я поэтому на губа все больше больше, будет вот сюда вот здесь сходится. Да. Смотрите, вот здесь вообще где-то пропал, Лиза. Она мне сказала, что через две недели все встанет в свои места. Потому что эта губа, видишь, все тяжело, а эта она тянется во все стороны. Потому что мышцы... Я ничего не могу с ними делать. Им просто пизда. Ну, вот, они через две недели же должны окрепнуть обратно. Вот. Но если мне не понравится, я выкачу все губы. Полностью все. Ну, ты-то это, ну, берешь, как оно? Вот он таксин, который... Что его убирать? Нет, Лиза сказала, что все можно убрать. Я весь гель выкачу, что там останется? Кожа вольна? Это же правда. Ты не понимаешь, легче за другими виноватыми. Я всегда признаю свои ошибки, ребят. Не надо меня ни за что подтягивать и ни за что меня учить, понятно? Я не говорю вам большую часть того, что происходит в моей жизни. И иногда в ситуациях меня выставляют виноваты в социальных сетях. Но это делается лишь для того, чтобы какие-то личные моменты внутри этой ссоры не вскрылись. Я такая, да мне вообще насрать. Я ничего заимного не буду кидать. Хочешь, что я выставляю. Хочешь, что я не буду кидать. Такую? Нет. Айс. Какую? Этую. Черную с розовым. А. Можно поменяться на время. Хочешь, моя какую? Такую же только болитяга. Похоже. Похоже, но она такая. У меня какая-то есть вон та вот стылька там. Могу ли я как болитяга, да, у меня на самом деле. Хочу вот эту, которая... Мне не сумки нравятся, мне нравятся ремни. С цепочкой, которую я надевала, помнишь? Да, да, да. Которая тоже на ремне. Да. Ну, вон, 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 вон. Мы меняемся шмотками всегда. Тоже аккуратно носим. Я обожаю сумки. Ношли вот эту вот коротенькую такую, черную. Либо, которые я люблю, сумки, которые на ремнях, типа. Да, тоже на ремнях. Знать, у меня-то избыток энергии, поэтому я уже молочек уху. О, такое толстое мебель. Мне понравятся, которые написаны, что это на ремне. Эй, бьюфа, ты сегодня рано. Рано встает, то тумника побьет. Привет. Хай. Всем привет. Слушай, это мне жарко, эти толстоки. Я хочу ездить уже, хочу. Ну, мы, наверное, будем в PUBG играть. Во время наших утренних процедур ремнях. С этим ботом рядом со мной. Я как-то тебе восстановила. Да, он у нас настоящий эрудий. Помнишь, я говорила тебе, что... А я еще не загрузила видео в ТикТок. Ну, нет. И удалила его, нахуй. Я его загрузила, там внизу что-то там, пип-пип, что-то там, куча цифр, координаты, поняла? Записали? Я думаю, мне сейчас ТикТок, нахуй, слетит. Сейчас кто-то зайдет по этим координатам, в мою фотопленку взломают, iCloud, Яндекс.Диск. Нет, помнишь, ты говорила, что у меня аккаунт убился? Я помнишь, что я тогда новость издала и играла вся голая эта? Меня уже смогла восстановить как-то. Ну, голая гражданство. Хорошо, подстраховаться не помешает. Как познакомилась Алина? Тоже как-то, я уже не помню как. Сумку Армани покупала в Новороссийске в Армани. Я помню, у меня на карте было, тогда сколько, 9 тысяч? Ага. У меня на карте было, ну вот, просто 9 тысяч, мне, наверное, было 10. И мы гуляли с Лизой. До конца месяца. Да, 9 тысяч до конца месяца у меня было, было начало месяца. Мы пришли за этими номинейшн-браслетиками. Ну, я хотела. И, в итоге, я не купила этот номинейшн, потому что на руке мне не нравится, он слишком сдавливает. Еще у меня рука толстая, ну, типа, крупная рука. И он на руке у меня смотрелся, ну, не очень. Я хотела уже уходить, и мы такие, давай зайдем в Армани. Мы зашли в Армани, и у этой сумки была одна-единственная. Там стояла, вот, последняя коллекция осталась. И она стоила по скидке 8 тысяч. То есть она стоила, сколько там стоила? 15, да? В районе 15-16. И она осталась последней, но у нее скидка огромная, да? Типа, на 8 тысяч. И я такая, нет, не буду покупать, типа, у меня на проезд не останется. И Лиз такая, деньги, они должны уходить, чтобы приходить. Покупай, похуй на то, что ты будешь жрать, камни на улице, поевать. Да, я ее купила, кстати, и у меня потом через неделю нормально упал туда. Потому что это все приходящее. Хотя заметила, что чем больше денег я трачу, тем больше получаю. Я колола не губы, я уколола ботокс в губы. Еще с моим губам небольшая пизда, извиняюсь за выражение. Я уколола ботокс в губы для того, чтобы мои мышцы расслабились. И у меня губы поднялись немного наверх, чтобы не колоть фили. Видите, я их уколола. И вот тут они, уголочки поднялись, и вот это поднялось. Вот, но... Мои губы просто... Жесть. Мышцы ослабились, и... Но видите, тут твердо, а тут нет. Я когда ем или пью, я не могу пить с трубочки, потому что... Я вот так делаю, и все, и она выливается. Вот, через две недели ботокс должен встать на место. Это как колет, допустим, в лоб ботокс. И брови не могут люди вот так поднять, они просто стоят на месте. Потому что мышцы ослабляются вот тут вот. И ты ничего не можешь делать, они просто стоят на месте. Потом это все обратно, ну... И нормально. Так же и у меня случится. У меня просто обратно встанет на все мышцы, закрепляться, и все. Ну вот, но, скорее всего, я буду полностью удалять губы. Я совсем забыл про беспорядочные лучи с неба. Нет, я не перекрашивала губы. Ой, волосы. Я хотела вообще в залпать. Я сейчас поняла, что мы завтра идем в зал. А ты взяла, что в зал? У меня футболка, с собой, где спортивки, лоси. У меня не спрашивала. Ну, типа, за кофтеку, как и пришла. Жаль, ты. Может, ты мне сказала, что мы идем в залпу, да я уже ела. Да, трешка, как вы будете жить, когда ничего не будет в рашке. А что, мак убрали, я даже не заметила то, что мак убрали. Зар убрали, я даже не заметила, что зар убрали. Бершк убрали, даже не заметила, что Бершк убрали. Мне вообще поднасрать. Я посмотрю, как вы будете жить, когда бензин мочой заливать будете. Ну, видимо, типа, мне написали. Я очень поддерживаю. Я поддерживаю полностью всех. Вот реально всех. У меня большая часть знакомых из Украины. Большая часть. Я играю каждый день с ребятами в паук с Украиной. Мы постоянно там смеемся, разговариваем обо всем. Но я публично ничего не выставляю и не догоняю, когда ставят на аватарке фотку, блядь, и сзади русский флаг. И они такие, типа, о-о-о, оттуда в русский, туда-туда-туда. Я понимаю людей, которые пишут, типа, вы русские, или там, вы украинские лица, вы вырубляете. Причем-то, люди. Да. Вот. Так что я к этой части вообще не отношусь. И мне, кстати, как ни странно, ни разу за все время вот этих военных действий, мне ни разу не написали. Типа, ты русская, ты живешь в России, ты пидораска. И Путин твой пидорас. И чтобы вы вообще все сдохли. Мне ни разу не написали. Вот просто ни разу. Вот. Единственное, я вижу постоянно в тиктоке нарезки, типа, как челы выходят в чат рулетку именно с американцами. И они такие, типа, я антиплан from Russia, они такие, ой, you fucking shit, типа, я думаю, пиздец, чел, ты, ты, блядь, не знаешь даже, что Украина, это не Россия. Клянусь, мне кажется, они думают, что Зеленский, это реально духи, туалетная вода. Они вообще не шарит, они просто такие, ой, you fucking shit, типа, я думаю, пиздец, ты знаешь, что даже не знаешь, где Россия на карте. Я просто из тени, что люди, кто не разбирается в политике, вообще даже чуть-чуть как-то с этим не связан, они видят только, допустим, санкции. Грубо говоря, как Россия, многие русские говорят, вот вы украинцы, вы пидорасы. Да почему? Потому что они видят только санкции, то есть они видят зло, то есть убрали Макдонус, убрали это, убрали то. Так же американцы, у них бензин сейчас, я не знаю, по цене почки, реально, потому что Россия, она просто на кладезь нефти и газа. И она перекрыла, как и Россия перекрыли кислород, так и Россия перекрыла кислород. И естественно, люди, которые не шарят в этом, не разбираются, видят, типа, а русские пидорасы, они нам бензин перестали подставлять, они нам газ перестали подставлять. Значит, они плохие. А они не смотрят, что в Сирии... Ну, если честно, Путин пиздец, похаваный. Ты не заметишь, ты видишь у других в глазу, как мы говорим, не пункт правильно говорится, но суть того, ты увидишь... А в твоём бревно, да. А в твоём бревно, вот это из этой серии. И русских таких много, и украинцев, и американцев. Везде, в любой нации, в любой стране будут эти люди. Да. Мы, короче, не виноваты, реально, мы реально чувствуем себя, как геи, которых засирают в России, реально. Мы вроде ничего не делали, никакой выбор, а нас все срут. Ну, типа, честное слово. Была бы моя воля, я бы сама пришла бы, ну, честно, за политику, вообще не шарюю, но пришла бы и сказала, дяденьки, тётеньки, детей убивают, бабули убивают. Вы неправильно делаете, ну, реально. А давайте, вот, если бы взяли из Украины всех людей, бы не пидорасов, привезли бы сюда, оставили бы там только Зеленского и всех остальных. Я думаю, что Россия сделала коридор, с помощью которого люди, которые, грубо говоря, хотят мира и всего этого, могут спокойно пересечь границу с Россией. То есть, есть какой-то блок называется, коридор, короче. Какой-то там коридор. Рукав. Рукав. Нет, но каких-то людей на митингах, не потому, что он не уважает свой народ, потому что у человека есть своя стратегия. И поверьте, война, это уже было давно запланировано. И давно уже было всё понятно. Да, я слышала, да, конечно. Это ещё два года назад, когда Путин выступал. Да, он два года назад сказал, что он сделает Россию независимой, это все было уже запланировано, а то, что нашли у Зеленского документа, что он на 8 марта подписал, что его же народ будет ебашить по Донецку, ну, это все уже было организовано, это реально стратегически уже все выстроено, и мы такие, знаете, Лиза и Даяна, финис эфир, блядь, на Тверской где-нибудь, типа, Свободу! Да она в нас коктейль молотого кинут, блядь, еще на 15 суток сверху закроют, и я точно там, типа, о-о-о, русский авто! Просто есть понимание, что все правители знают, что происходит, и просто мы многого не видим, мы видим по новостям только то, что нам говорят опасно. Почитайте новости, я не читаю новости, честно, я читаю новости только из телеги, и большинству из них я не верю, потому что... Блядь, еще раз говорю, новости это только то, что нам дают видеть. Кстати, мне многие... Если жизнь не пройдет по первому каналу, либо по каким-то официальным новостям, то, чего правительство не захочет нам... Какой смысл Зеленскому стрелять по своей же территории? Да, лучше не будем в этом говорить, у меня есть... У меня есть двое или трое пацанов, которые сейчас стоят в этих касках, там, то, что они мне пишут, я вообще в шоке с этого, все, что происходит. И я такая говорю, блин, а почему, типа, вот так и так выложили, я прочитала, он такой, типа, да я не верю тому, что читаю, что ты читаешь, типа, в новостях, это фейки, типа. Ну, нам реально, нам показывают, нам ограничили, мне, допустим, ограничили полностью доступ для просмотра, что в Украине творится. То есть, я не могу даже, у меня есть две подружки, на которых я подписана, я даже не могу их чекнуть, типа, что у них там происходит, потому что только на звонок, типа, созвониться. Как бы, мы, я новости не читаю, Лиза пиздец, Лиза учится на эту тему, типа, она учится в университете, типа, на эту всю профессию, она шарит, но я даже об этом не разговариваю, реально. И я хочу закрыть эту тему на моем прямом эфире, потому что во время военных действий я ни разу не подняла эту тему ни в Инстаграме, ни в ТикТоке, ни как-то не задела, ни выставила какой-то хайповый видос в ТикТок, который бы точно залетел либо для них, либо для нас. Я ничего из этого не сделала, наверное, ну, в соответствии с этим мне не пишут какие-то гневные комментарии, и никто не разбирается на моих страницах. Вот, потому что был момент, что я выставила в ТикТок видео, и начали девочки писать, типа, друг другу, одна из Украины, другая из России, и они начали писать, типа, считай свои последние дни, поспи сегодня, пока можешь спать, типа, и они друг друга не зная, начали вот эту вот хуйту между друг другом выполнять, ну, и когда я вижу, когда действительно выставляют видео, что вот у меня есть друг из Украины, и вот он мне просто сказал, давай прекратим общение, потому что мы пидорасы, я думаю, блин, это так грустно и печально, и я вообще в это не лезу, и благо у меня все друзья вообще офигенные, которые пишут мне, что, типа, дай бог, мы быстренько приедем, там, будем вместе. Вот. Ребят, ой, начался срач, пиздец. Я завершу прямой эфир сейчас, ребят. Мне кажется, что они раньше были более чесночные. Мне кажется, вообще не чесночные купила. Чесночные. Чесночные. Че там на политику начались? Пиздец. Они уже с собой начали сраться, выходи на митинг сама, блин. Карамель. Карамель. Это про эти. Переключение ножа, по-моему, очень. Спасибо. Бэрю, уконос, почему ты похож на обивку для стула? Я считаю, что у каждого насчет войны свое мнение и свое самовыражение, поэтому... Эй, эй, потряси карамель, северные! Слушай, все там, этот, чел нас бомбят, да, мы хотим съедить вас в земле и все дела. И кто-то пишет, ой, че за гренки вы едите? Не, я вообще не сладко, но это мой любимый вкус. Ой. Лиан, так ты за Россией в эту ситуацию? Я за мир. Во всем мире. Если бы я была в Украине, я бы точно не говорила, что люди в России пидорасы, честно. И так же я никогда не скажу, что все там пидорасы, или тут пидорасы, или вот... Мне закрыли, ма, какого хуя? Ребят, это все понятно. Представьте, сколько нас, людей таких, которые просто проснулись в один день и зашли в новости, увидели, что, типа, началась война, и... Что мы можем сделать? Мы распространяем видосы, мы там... Все ставят аватар... Ну, это все масштабно, это все видно. Я думаю, что все это все прекрасно видят, что большинство людей хотят мира. Но все на нас плохо, понимаете? Мы ничего не предпринимем, я за... Мир во всем мире. 35, а я день, 4, 35, а я день, 4, 35, а я день, 4 Ладно, с меня хватит, не могу поверить, что я сейчас это сделаю. Алло? Прости, что отрываю тебя, милово. Мне нужна твоя помощь... Псссс, душно до дома что вы делаете для того чтобы умер я заблокирую сейчас тебя реально из тебя мы начинают здесь конфликты моих кинтов моих друзей и подписчиков хотя скажешь и моих любимых поэтому есть эти что-то не очень больно мне не помешает немного свежего воздуха вместе венера во львея солнце во львея у меня теперь три шага назад один два чтобы почему это время наступать на мёдра бурный проклят мою голову как только если выйдут люди на митинге тогда это не закончится да если они выйдут митингов это вообще никакое для этого немного потише стало все очень хотят дачу и тренинг даже вам позвонила сегодня говорит как-то потише стало но можете угомониться который изобрел этот аппарат посвятил свою жизнь заботе о близких иначе понимаешь что у меня около тебя там у него упало не обращайся на него внимание культазар дамы и господа поприветствуйте нашего гостя который расскажет о парне тренкацах процент м м в в в в в в в Ладно, ребята, я пошла, мы пошли с Лизой, лучше поиграем в пак с ребятами из краины, вы, чтобы вы сдохли русские, мы как сдохнем наберем Он назвал меня Шалашов, Шалавайкой и еще сказал, чтобы я сдохла Спасибо, мне очень приятно В другой раз Я не спорю с тем, что я ни хера не знаю, я не была там, чтобы я что-то могла сказать Я скажу, что то по этому поводу, когда, блядь, лично туда приеду и увижу, что происходит, а то, что выкладывают фотки пятилетней давности Как я репостала, мне все пишут, типа, это фейк, да я Я думаю, как фейк, как фейк, это уже, да Там, типа, что в Украине, мне написали, типа, это фейк Конечно, очень много провокаций в интернете, блядь, интернет это самое глобальное, что может действовать на людей Интернет и связи Купила бы сумку ГЕС Я хотела недавно купить, там такая классенькая была Мы едем в цирк, мы едем в цирк Мы едем в цирк, мы едем в цирк Ладно, блядь, мы уедем Что? Ужасная аллергия, они отменяют сегодняшнее представление Ребят, перестаньте ругаться между собой, не переходите в личные сообщения, переходите Смотрите дальше зомбоящики Че, выйди отсюда, пожалуйста Че, не веришь? Че, милый, тогда ты можешь поехать со мной А этот фильм такой забояющий Да 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 Я выхожу с эфира, ребят, потому что я так и знала, что, блядь, надо было отвечать на этот вопрос Да А уж Эй, Ферф, давай сделаем свой цирк Это будет здорово Ферф, сделай шатер Вот он, кто ж вяткиплазновка за сделал За угли Эй, а я могу ногу за голову заложить А кто реально Я над этим поработаю Даже Перри будет номер А Путин, кто позади за диаку А я могу показать единого волшебный фокус-фокус Я водернен У меня тоже есть номер, который всем крышу слезу Давай, держи, держи На, это есть вариант Водолей, блядь Ну как, почему Доброе утро, Челенин Доброе утро, Краснодар Это же Водолей, Козерог 25 января Уж, кто? Да, 25 января А он октябрь, 7 октября Это весы, да Смотрится здорово Ну, хуя, он голова Эй, ты не видел Перри? Он был в костюме Путин, весы У меня стопроцентная совместимость с вами А? До свидания Элиза такая идея Водолей Знак Водолея Сон Сур Водолей, да? Да, Сур Водолей Я над вами смеюсь Я просто утром услышал смешную шутку И Пожалуйста, агент И поверните, чтобы можно было Зарешить совещание Водолей и такси Карл, Карл Карл, какой у тебя ящик? Я тебе это перешлю Эй, малявка Это реквизит для моего номера А что именно? Так Я знаю, что я черножопая Потому что мы черножопые Все, ребята, все, пока Поехали